Савва, еще раз привет. Ну, начать бы хотел с того, чтобы ты рассказал о разнице в спортивном менталитете между Америкой и Россией. Вот ты много играл в российских клубах в Москве, в Ярославле. В чем отличие принципиально? Ну, я думаю, что отличия есть, и они очень заметны. Это касается не только работы на льду, но и вообще тренировочного процесса в целом. То есть здесь много завязано на психологии. Допустим, у нас есть курсы, проводятся два раза в неделю по поводу того, какими качествами должен обладать атлет. И того, что нужно придерживаться, всегда быть на позитиве, никогда не сдаваться и все время работать. Это очень помогает. Абсолютно другая подготовка, как в зале, так и на льду, потому что в зале упражнения совсем не идентичные. С Россией мы делаем... У нас не такие сильные нагрузки, можно сказать. Мы больше делаем на правильное выполнение упражнений и очень много специфических упражнений. В общем, построена тренировка очень корректная. А по поводу работы на льду, то есть у нас она идет с перерывом, у нас два льда. Один лед час, потом пауза 15 минут и второй лед идет где-то час 15. То есть тоже тренировка построена на том, что сначала упражнение для разогрева, а в дальнейшем отрабатываем либо тактику, либо еще какие-то упражнения, которые в дальнейшем помогают. Но в принципе я хочу сказать, что все отличается очень сильно от России. Слушай, ну по поводу тренировок я, конечно, удивлен. Ну именно то, что ты мне рассказал про психологическую подготовку и вот этих курсов, которые вам проводят, у нас, к сожалению, пока до этого не дошли. Слушай, многим интересно узнать про процесс образования в школе. Я знаю, что ты сейчас учишься в Bell Language School, который находится в Нью-Йорке. Расскажи, пожалуйста, именно про образовательную часть, образовательную программу. Насколько легко тебе дался переход полностью на английский язык? Ну и вообще, как строится процесс? Ну, я скажу, что поначалу, когда я только приехал сюда, было не так просто, потому что все равно я учил в своей школе язык последние где-то 4 года. И я не думал, что это мне так сильно помогло в Америке, потому что в первую неделю я даже как бы не понимал, что от меня требуют люди. И очень было тяжело с этим справиться. Но вот я хочу сказать, что школа очень хорошо помогает. Это как бы заведение, оно не такое большое, там буквально 5-6 классов. Начинается все с того, что сначала ты сдаешь тест, который показывает уровень, на котором ты сейчас находишься. Тебя отправляют в соответственную группу по твоим результатам. И каждый месяц ты, если прогрессируешь, там мы сдаем, есть midterm test, это через 2 недели, и есть финальный тест. Если ты сдаешь тесты хорошо, и у тебя показатели на высоком уровне, то ты переходишь на следующий уровень. Группа меняется все время. Все время новые люди, очень много знакомств, общения, очень много практики. И хочу сказать, что это мне очень сильно помогает даже и в жизни. То есть знания намного отличаются от тех, которые я получал в школе, потому что здесь все очень специфично. И проходим очень много времен. В принципе, мне все нравится. То есть от школы это почти ничем не отличается. То есть такие дела. Слушай, ну, естественно, система образования отличается. Ну, северно-американская от российской. Это, в принципе, ни для кого не секрет. Расскажи, пожалуйста, о взаимоотношениях с учителями, насколько они помогают твоему обучению и взаимодействию с товарищами по группе, с учениками. Да, с учителями можно спокойно подойти и пообщаться по поводу того, что вот у меня, допустим, была такая ситуация, что меня перевели в группу чуть-чуть ниже, потому что не было подходящей по уровню. И очень часто разговариваешь с учителем, вполне он может тебе дать дополнительное задание, всегда подскажет. То есть задаешь вопросы, всегда тебе отвечают по поводу того, что взаимодействие с людьми, которые также учатся вместе с тобой, но это зависит от того, как бы хотят они сами этого или нет. Потому что, в принципе, очень много людей, они все из разных стран, и у кого-то, допустим, проблемы с общением, кто-то плохо говорит, и иногда тяжело найти общий язык, но, в принципе, стараешься поддерживать со всеми хорошие отношения. И виден прогресс, то есть у меня, допустим, так скажем, есть подружка, которая идет со мной там со второго класса, допустим, мы с ней вместе проходим, потому что она начала с того же уровня, и я даже не только по себе, но я и по ней вижу, что она прибавляет в разговоре. То есть все помогает, контролирует на уроках, как ты произносишь слова, последовательность. То есть все ошибки стараются подмечать и сразу об этом говорить, потому что это все очень важно, и все в дальнейшем пригодится. Как ты знаешь, многие из наших клиентов играют в США в той же лиге, что и ты, USPHL. Ну, я имею в виду, вообще на этом уровне много ребят, это Tier 3, Junior Level. И в основном ребята, которые к нам обращаются, они хотят только играть в хоккей, не понимая, как работает система в США. То, что очень многие спортсмены проходят сначала через систему школ, колледжей, и потом только попадают в профессиональные линии. Они выбирают только спорт и на этом спотыкаются, потому что после юниорской лиги они упираются в барьер, когда они не могут, они еще не готовы к профессиональному хоккею, а для колледжа у них не хватает знаний. Как бы ты оценил свой опыт, то, что ты сейчас занимаешься и обучением, и хоккеем? То есть стоило бы тебе концентрироваться только на хоккее, либо ты сделал правильный выбор, что еще и занимаешься учебой? Нет, я вот скажу, что я сделал правильный выбор, потому что я думаю, что это глупо концентрироваться только на хоккее. Во-первых, хотелось бы начать с того, что когда я пришел в команду, тренер, увидев меня, увидев то, что я как бы и сказать толком ничего и не могу, то есть о тебе сразу как бы складываются определенные отношения, но после того, как ты начинаешь заниматься, и это тебе помогает, ты начинаешь общаться с тренерами, общаться с окружающими, и все видят твой прогресс, то есть это все очень ценится, и все это замечают. Концентрироваться на хоккее, то есть если ты буквально не можешь понять, что от тебя требуют, ты сам не можешь как бы сказать того, что ты думаешь, то с этим дальше никуда. А школа, я тут думаю, очень важна, потому что, ну как бы вот я сам подходил, разговаривал с тренерским составом, и они сами подмечают, что я очень прибавил, и что я не чувствую какого-то дискомфорта, когда я с ними разговариваю, то есть это всегда понадобится не только, допустим, как-то специфически, но и в жизни тоже это необходимо. Савва, вот смотри, ты сейчас играешь на уровне USPHL Premier, у тебя достаточно хорошая статистика, да, есть конкуренты по команде, которые немножко старше тебя, имеют более, больший опыт, чем ты, как ты оценишь свои перспективы на то, чтобы шагнуть на ступеньку выше, попробовать себя в лагере новичков USPHL, либо рассмотреть возможности в колледже, то есть как ты оценишь вообще свои перспективы на следующий сезон? Ну, это довольно тяжелый вопрос, потому что у всех способности разные, у всех разные возраста, и это не просто бывает конкурировать с людьми, которые чуть-чуть старше тебя, потому что у них и психология уже как бы более-менее сложилась, но нужно просто концентрироваться на себе, и, допустим, по поводу будущего, я сейчас, у нас идет регулярный сезон, скоро начинается плей-офф, просто работаешь над собой, стараешься выкладываться на максимум. По поводу перспектив, я смотрел игры, как NCDC, NHL и других лиг, это отличается, конечно, все, и скорости высокие, то есть и парни там мастеровитые, и они, может, где-то постарше, это хорошая перспектива для того, чтобы играть там, и если так сложится, что ты окажешься в такой лиге, то это будет очень хорошо, потому что уровень там очень высокий, и у всех парней желание, и это неплохо. Савва, еще расскажи про такой момент, вот практически все спортсмены, которые играют на юниорском уровне, они проживают в семье, а ты живешь не в семье, а в так называемом тимхаусе, то есть и ты живешь в достаточно большом городе, в Нью-Йорке, то есть как ты вообще коммуницируешь с остальными членами команды, которые живут с тобой, как ты вот без родительского контроля там собираешься, там ездишь самостоятельно на тренировки, в школу, то есть как это вообще происходит, то есть многие родители хотят, чтобы там дети были 100% под чьим-то контролем, и многие дети сами не могут организовать свой быт, то есть куда-то доехать или что-то сделать, как происходит вообще этот процесс, расскажи нам. Ну да, я живу в доме, у нас получается 9 человек живет, парни все разного возраста, есть постарше, есть помладше, но я хочу сказать, что организация, это все зависит опять же от человека, то есть тебе все здесь подскажут, ты со всеми общаешься нормально, то есть ребята там скажут, что там сейчас выезжаем, не хочешь сюда, то есть все предлагают, ты с ними общаешься, по этому поводу нет вопросов. То, что я живу в Нью-Йорке, да, это большой город, и для меня это была небольшой такой проблемой по поводу того, чтобы добираться до школы, потому что она находится относительно неблизко, и пока я вот здесь находился с родителями, они мне помогли разобраться по поводу метро или использования автобусов, и, допустим, я просто приобретаю карты и пользуюсь проездом. Ну, на тренировке меня подвозят парни, кто постарше, из дома, то есть ты со всеми договариваешься, тут никто тебе за это ничего плохого не будет. Ну, по поводу еды, вообще проживания, в принципе, все то же самое, то есть еда всегда есть, все вкусно, то есть все вовремя. Меня все, в принципе, устраивает. Савва, спасибо тебе за такой развернутый ответ. Я надеюсь, что в следующем сезоне ты обязательно сможешь сделать прыжок наверх, попадешь в самую сильную команду, либо перейдешь на уровень колледжа, и я желаю тебе успехов. Спасибо тебе за развернутый комментарий. Спасибо. Пока. Спасибо. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok